А я кем работаю, прихожу и целый день играю в нем. Вот кем я работаю? Ты не можешь сказать? Да-да-да, Слав говорит, Даня, какой дурак возьмет такого человека, который целый день играет и еще деньги платит? Так я еще в прошлом году умудрился стать одним из лучших, ну как бы у нас там много называют фамилий, типа в каждом одессе, там по два-по-три человек. Я оказался лучшим сотрудником компании. А собаки у тебя есть собаки? У меня собаки. Ну, то собаки сдохли? Ну, собака ВКонтакте сдохла. Выпьем за то, за что можно купить чувства. Да, лучше не снимаем, как я это готовлю без растительного масла. Вот появился. На первом курсе? Это в каком году? В 2010 году. В 2000-м? На первом курсе уже был? Да, в 2000-м. Уже такой старый? Я сумел сюда. А у Люды в 2003 году? Нет, после последнего курса появился. Ты счастливый человек, я никто не звонил, можно не компонсировал. Нет, ну просто телефон был у Жени, один на дворих. Ну, тогда особо они не были так распространены, и нам с братом на двоих одного хватало. Не надо. Не надо. СМСится. СМСится. Я что помню. На Сони, на нет, ты на Сименсе начал? На Сименс. 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 Как, как? Сименс? Сименс. Сименс С-45. С-45? Да. И ты чатился на нем, да? Любовь там была, да? Я помню, когда телефон, я всего два номера записной книжки, но каждые две минуты его достаешь, едешь в электричество, что-то обязательно нажмешь, положишь в карман. Были такие... Кайфово, да? Да. Не, ну просто это не то, что понки в душах, но просто это было как-то так вот. Ждал звонка. Жду звонка, на мобильный, на мобильный позвони. У всех подряд, там, только узнал человека, уже сразу, у тебя есть телефон? Да, дай свой номер телефона, сразу, длинно бы записать. Потом через месяца два начинаешь вспоминать, у кого же этот телефон, что за Сергей там, и так далее. Начинаешь перезвонить, еле вспоминаешь. Потом удаляешь телефон, что тебе оказывается не нужен, но надо было записать. Ты вообще телефонная книжка начинает... Чего я? Хоронил. Хоронил? Ну да, ты же его подарил девушке. Ну как его хоронил? Я еще два недели к ней встречался, никто меня не отправляет. Хоронил. Эй. Там много фотографий, много музыки, много сочетаний. В общем, очень много всего прикольного. Очень жаль. Ну ты, наверное, единственный человек, который еще пользуется музыкой, фотографиями. Не, ну, не, ну, плейер, во-первых, там, удобный, удобный плейер был. Вот, а вот. Ну, извини, сфотографировать такие моменты. А в интернете заходил оттуда? Конечно. По кайфу чатился, да? Да, есть. А в игру не играл в эту? Нет. Нет? Не получается? Я даже не думал. Я в игру начал играть летом, ты понимаешь? Ну как бы. Я уже без телефона остался? По-настоящему, да. И не только без телефона. И тут Игорь просыпается ночью. Дым. Нет, я просыпаюсь. Я просыпаюсь от того, что у меня реально будит человек. И не то, что будет у меня на руках, потому что я вообще не понимаю, потому что я понимаю, что я не двигаюсь ничего. Я втаскиваю на руках, хотя, ну, и тогда вроде не маленький был. Ну, в принципе, и тогда еще спортсмен. Был дырку там, а там не бетонный был, а панель там идти, ну, не знаю, как это было. Пенопласт там был. Ну, короче, там вообще можно было сломать стены очень быстро. И поджег резину. Короче, задымление полностью, все, общежитие, тем более третий этаж. Ничего можно сказать. Короче, люди убежали, меня бросили. Если бы чел, вот этот вот, который знал, что я, а мы с ним до этого в карту просто играли, я говорю, все, я буду спать. Если бы не вспомнил, что я в комнате, мне было бы пипец. Просто после этого мне реально вот к этим людям уважением просто реально пропало. Что к Роме, что вот к моим двум как бы, мало того, что соседи, у меня еще и мои одногруппники были. А кто там был? Там, кто там? Рома? Рома был, Иван был, вот этот вот. Петалев и Литвинов. А, да, ну, они еще трезвые были? Да они вообще не пили. Они трезвые были, они спокойненько взяли и убежали, а меня оставили. Да, причем очканули вообще, офигеть. Причем там, ну, что там, ну, там три метра пройти-то для тебя. А мне еще сам припуск, что чел у меня, как бы, я закрыл, было, он, как бы, свою комнату. Он чел с ноги выбил дверь и забрал, а так бы я все, у меня бы не было. Потому что я уже и так, и так вдышался, когда я. Что я даже, ну, типа, вставай-вставай, я не могу уже встать. Он мне сам так вывел, вот просто. Ну, единственное, мне понравилось в этой истории, что после этой штуки, короче, сразу отцепили вообще аргументы, потому что люди начали, там, пытаться выйти из общежития, там, кто там, ну, нервный стресс нет и так далее. Ну, пипец, и как мы только прорывали, чтобы я реально, потому что это мой, типа, день рождения, хотя я эту дату уже забыл, но несколько лет подряд помнил, даже, ну, умудрался выпить, как бы, это моё второе день рождения было. Ну, как мы там прорывали, чтобы купить эту бутылку водки, вот это вот, реально, у меня вот так пило просто. Ну, и вывести канцерогены водкой из организма. Так, сам прикол в чем оказался, что человек, который меня спас, он же это и поджег. Ну, это ты закончил, как бы, рассказ совершенно. Потому что это все-таки там, сверст, шо-шо-шо, а он... Прошло, все было несколько веселей. Вы весело тушили пожар? Ну, это было с воскресенья на понедельник, я знаю, женя уехала домой к родителям, и я одна была. А в понедельник у меня был подфиз, какая-то сложная операция, и я ее долго читала. Сижу в комнате, читаю, уже, наверное, пол первого ночи, а я читаю, слышу какой-то запах дыма. Думаю, да сейчас дочитаю, пойду, посмотрю, что там воняет. Еще дочитаю, пойду, посмотрю, ну, так минут 20. Через 20 минут примерно я открываю свою дверь, а она у нас очень холодно закрывалась, и передо мной просто стена дыма. Ничего не видно оттуда. Я в коридор, в коридоре дыма нету, у нас в секции дым, секция 4 комнаты. Я начинаю долбиться в соседнюю дверь, там Юра жил, и я к нему, он такой вылазит, у него в комнате нормальная, тоже такой в коридор, ох, нифига себе, и спал уже тоже. И мы понимаем, что либо в той, либо в той комнате, откуда-то дым идет, непонятно. Мы долбимся в обе комнаты, нам никто не отвечает, не выходят люди. В общем, ну, что делать? Он мне говорит, ты давай беги вниз, скажи, что тут что-то горит где-то. А я попробую, говорит, двери выломать, и все-таки там в одной девчонка жила, а в другой семейная пара. Вот, я побежала вниз, в актерши такая заспанная, типа, ну что, я буду пожары вызывать, это дорого. Сейчас я вам кого-нибудь пришлю. Сантехника или электрика, не помню. Ну, кого-то вообще не придет. А, или говорит мне, ты беги на третий этаж в комнату, там ему постучи, а пока он будет собираться, иди. Ты стучи во все двери, чтобы люди выходили. Я обратно такая прибегаю, естественно, мне никакой демотехнику или электрик не открыл, просто часто ночью кто-то долбится в дверь. Кого могла, я там подняла, прибегаю, а там уже по коридору дым такой идет. И Юра бегает, пытается, пытается сломать дверь, нашел какой-то то ли молоток, то ли что-то. Выбегает на балкон, дышит и обратно забегает. Я не могла там вообще находиться, дышать нечем. Я стояла вот на балконе и там дышала воздухом. Ну, вообще, интересно. Ну, а то Юрке получается, он выдевает одну дверь, и там тишина, вообще ничего. Ну, он понимает, что не отсюда. Говорит, в этот момент разворачиваюсь, говорю, посмотрю сзади, меня стол пламени такой, и дыма уже разгорелась. А там, ну, такой закуток был, вещей набросали, как какие-то там склад вещей. Ну, и кто-то бросил окур, а он дымился-дымился, и вот это разгорелось. Говорит, и в этот момент я замечаю. Ну, в общем, мусорное ведро под раковиной, в общем, залили. Ну, там просто вещи вот это дымились, и сильно много дыма получилось из этого. В общем, все развеялось. Вызвали шминтов, потом этого артежа, чтобы комнату сломали, а девочке дома, кстати, не оказалось, а двери ей сломали. Ну, ладно, вызвали, опечатали, все, что мокрое там, все эти шмотки. Это ебаные шмотки опять-таки. Мы с Юрой стали их там развешивать, сушить, все. Так это у них в комнате все было? Это не в комнате было, это в закупке. А, это она бросила, ну, я помню. Она просто набросала своих вещей вот в эту секцию, в коридор как бы. У нее стояли там тазы, белье, одеяло там какие-то. Она там жила долго уже и совершенно обжилась. Вот. В общем, через час примерно пришли другие соседи. Они просто были в гостях где-то на другом этаже, они слышали, что воняет дымом. Они могли подумать, что это их комната была полуметра от загорания. Пришли такие, ах, 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 эти мокрые одеяла тут мы с Юрой поразвешивали. Вот. А сами с Юркой сидим и думаем, сейчас Света как придет, это соседка будет нам просто. Вот. Светы не было. До утра она не вернулась. Утром уши на занятия, вернулись занятия, ее все еще нет. А мы же с Юрой пришла, не пришла. И тут я стою на кухне, готовлю что-то. И смотрю, Света чешет. Я такая, опа, извиняй. Она заходит в секцию, такая смотрит, а что у Юры случилось? Я говорю, почему у Юры? Почему все Юрыны вещи лежат здесь, мокрые? Я говорю, Света, это твои вещи. И тут до нее доходит, что это ее вещи. И так поняла она, крик. В общем, Юрка вызвал слесарей, которые ремонтировали ей замоку двери. И Юрка же бегал в магазин, чтобы их отблагодарить. И с тех пор она с Юрой перестала разговаривать. Наверное, полгода не разговаривал, за то, что он убил ей дверь. В общем, точек. Я не помню какой-то из наших праздников был, но это я помню майские такие праздники. Мы очень обильно посидели в лесу. Это у нас Ваня Однаев, где у нас стадион там. Посидели неплохо. История, кстати, очень быстро закончится. Я очень быстро расскажу, потому что я фактически многого не помню. Это я сам уже порассказывал другим. Пришли мы, а, идем мы к общежитию. Я вижу, горит институт. Я в панике забегаю к себе в общежитие. Там у нас сидят два милиционера, внутренних ходят солдаты. Я говорю, ну давайте пожарную охрану, институт горит. Они такие, да, да, иди, короче. Вот это я еще помню. Как помнит Ваня, у него был в свое время пневматический пистолет с кобурой. Который в тот момент хранился у меня, и так он и умер у меня где-то там. Я захожу к себе. Пистолет Толик? Да, беру пистолет этот. Менты как сидели вот так вот, затылками там, ну не видели. Я подхожу и просто вот так вот вызываю. Реально. Если бы, как бы, мои друзья, ну там еще не кореша в этот момент не заходили бы, в общежитии, я не знаю, чем бы это закончить. Потому что они меня со словами, ребята, блин, мы его сейчас заберем, короче, не надо только. Ничего, там солдаты уже готовы были сразу бить. Там меня оттащили. И оказывается, это просто кучи, ну там, когда, это, субботники, просто кучи жгли. На меня приключили институт, говорю, вот этот пистолет, колку, там, ну солдатов пересрал, блин. Как мне за ним выжили? Я бы не знаю. А мне, ну ты скажи, что институт все-таки сгорел. Ну потом-то да, институт все-таки... А, а как это интересно получилось? Я тогда работал в охране, сгорел на 8 марта. Я сменился... Ну, как всегда, на самом деле. Я сменился со службы, короче, и приехал домой, там, раз, у мамы гости, я так с ними там стопочку выпил и спать, аж сутки не спал. Тут уже после обеда просыпаюсь, и мама такая небрежная. Что-то у вас там мутища, говорят, по новостям горит. Я типа, иди, посмотри. Ну, я такой раз смотрю там на время, еще минут 30 до новостей, я еще повалялся, такой, все-таки встался полчаса, на кухню захожу, и так новости включаю, я такой, говорит, ну, горит Московский государственный университет леса. Я такой говорю, мама, ты что-то домутища, говорит, это мой институт, блин, короче. Мама, ты что-то не знаешь, где я учусь, да? Я такой, да, смотри, вот здесь аттестат мой точно уже сгорел, там показывает главный корпус, у нас там уже архив, я такой, ну, пик-пец. И прикол, в чем я прихожу, а все, я же пятый курс уже был, прихожу, типа, что, как там, мне говорят, надо восстановить аттестат, иначе тебя не допустят до этого. Я там, в ускоренных темпах, этот аттестат, короче, делал, в итоге он даже мне не понадобился, вот это я помню, короче. Так он сгорел все-таки, твой аттестат? Аттестат, думаю, этот сгорел, он не пришел с восстановления. Сколько ты зарезал, сколько ты перерезал, сколько ты тортов перерубал, сгорел? Ой, глазами, а теперь, ааа, кайхово, тихо, держи себя в руках, Типа, по другому вону, ааа, кайхово. Часа, наверное, в четыре. А у нас в секции воды, ну, примерно вот так вот, по щиколотку. Я так туда прокрадываюсь, и с потолка все льется, льется, прям вот с потолка вот эти вот перекрытия, вот это, как капает, как дождь. Я, в общем, вещи бегом бросаю, и наверх. А наверху та же ситуация, тоже из потолка льется. В общем, я дошла до восьмого, лилось с восьмого. Сколько времени лилось, что везде налилось, и никто не кинулся, нигде никого не было, все на занятиях. У них там сорвало в бачке эту штуку, и она просто вот так фонтаном, я открываю дверь в туалет, а там такой фонтан, я тут же вся мокрая, и вот это все льется. Там холодно налилось, да? Ну да. Я вниз спускаюсь на свой этаж, уже пришел Юра, сосед. Что-то везде Юра участвует, смотри-ка. И давай спасать свои книжки. У нас комната как-то сбоку, а его вот прям по центру. И к нему больше налилось. У нас только с краю так начинает капать, а там давай паласы заворачивать, тазики подставлять. Паласы, тазики у них были. У нас только стопки и сковородка. Вот, Юркина подушка, короче, сохла на... У него все намокло. Ковер, ковер, книжки. А подушка его сохла недели две, наверное. Она на балконе болталась, пыталась... Она не высохла, у меня выбросил поток. Вот такой жуткий этот поток. Мы черпали совками воду, выливали ее. Я хотел тебя перебить в тот момент, когда я говоришь, типа, я захожу, у меня капает прямо на меня. Я такой, дождик, мне никто не нужен, я иду поужину. Ну, правда, я никогда не видела, чтобы столько воды было, прям вот столько вот. И никуда не уходит. Там везде вот эти вот порожки, здесь нету. Я в кино видел, собачье сердце называется. Там они тоже... И она вся стоит, и просто под дверью туда льется. Прикольно. Так я одного английского дипломата учил в японском языку. Просто чал-негр, англичанин, короче. Он начальник из его отдела был. Он куряга такой, любитель просто выйти покурить. Там, ну, в этом отделе как бы есть место для курения. Ну, мы там частенько с ним встречались. Типа, а я видел, что он уже упаковывает свои вещи, там машины потихоньку уже в грузовую приезжают из всего квартиры, которая внутри посольства. Ну, типа, куда вы уезжаете? Он такой, в Японию. Я такой, знаю, несколько слов на японском. Он такой, прикольно скажет. А еще, сам прикос, что курьеры эти, из турагентов тоже там некоторые курят, они иногда уходят, курят тоже. Такие, одного подслужива, там офигел, когда они говорят, на какие-то уебука. То есть, и как... Ну, не хероватый, как, на какие-то уебука. Я говорю, как по-английски, дай пас. Я говорю, по-русски, дай пас. Он такой, ага. А если там девчонка просто приехала, как будто не хероватый. Кому-то хероватый. Куп чай, да? Сыкнуть. Дай чай, пожалуйста. Так, а ч... Даже не подожди.